Сегодня у нас в Зимнем Театре особый день. Мы очень трепетно готовились к этому дню. Искренне счастливы, потому что сегодня у нас нет ни одного лета. Самые интересные и для зрителя премьеры мы показали в этом городе замечательном. И благодарные зрители, которые сегодня будут смотреть наш спектакль, который был сделан Андреем Житильдем много лет назад. И до сих пор идут на сцене театра, на большую сцену театра. И езжает на то, что много и городов, и стран объездились этим спектаклем. Поэтому зрители очень посмотрят этот спектакль. Сегодня я надеюсь, что станутся очень-очень благодарны нам, что мы привезли. Это действительно уникальный спектакль, который идет уже в шестнадцатый сезон в нашем театре. Вот эта компания продюсерская, которая пригласила, я очень благодарна, и мы все благодарны тому, что этот спектакль идет в рамках культурной программы Олимпиады. И актеры, которые вот сейчас присутствуют, и Андрей Ильин, и Александр Домангаров. Единственные исполнители в этом спектакле уже течение многих лет. Мне так сложно вступить в мир, начиная от всего российского пространства, по-моему, все города, по-моему, Германию, по-моему, Германию, по-моему, Израиль. Это спектакль глупо, надо его смотреть, его надо почувствовать, его надо без антракта, и у нас тут начинают возникают некоторые, которые не делают, но 20-40 сценического дюймства. И мне кажется, что это в районе простительственной стромы, сложно только завершить спектакль. Спектакль «Мой бедный Марат» я продолжаю называть моей театральной совестью. Тем не менее, мы действительно очень трепетно относимся к такому спектаклю, несмотря на то, что рождался он довольно легкомысленно, что он лет назад, мы думали, что, ну, так сказать, поскольку датские спектакли, они, как правило, такие, проходные. Да, есть такое датские спектакли. Датские спектакли – это спектакли, сделанные какой-то датей, тем более, это был 25-й год, такое древо, такое смутное. Илья Михайлович Тушков, который был тогда мэром, обратился проводить такой театр, чтобы как-то театры отметили эту круглую дату, и очень значимая история нашего народа. Вот, и кто-то откликнулся, кто-то не откликнулся, и вот у Павла Исчхомского художественного предыдущего театра и у него совета возникла, когда мысль, вот, поставить ему бедный Марат, мы подумали, что, наверное, ну, это… Ну, знаете, пьеса была в то время настолько везде истрепана, ее ставили, по-моему, во всех театрах страны, и мне даже показалось, что, ну, про что там, вот, вот, любовь в этих ватниках, по Павле и Граде, ну, кому это надо, ну, и так тяжело людям жить, а это еще кому надо. Тем не менее, вот, Андрей Шажетинген все-таки нашел себе смело сказать, да, мы будем это делать, пригласил тогда вот Сашу Домогарова из Театра Советской Армии, вот, меня Ларису вот собрал, как-то вдохновил, вот, и несмотря на то, что мы действительно довольно легкомысленно отнеслись к этой постановке, и там, я не знаю, это был странный очень процесс постановочный, но когда, вот, я выглянул за кулисы, когда уже была сдача, а в, тогда еще, я не знаю, сейчас, наверное, это уже не актуально, но тогда были вот художественные, совет, театр, да, и там сидел Жовов, Шапошникова, Форташова, Юрский, Лосев, Хомский, очень уважаемые люди в театральном мире, вот, и слезы на глазах, и был какой-то и смех, и слезы, и все вместе, мы поняли, что, наверное, что-то на такой, сделали довольно значимое, неинтересное. У нас первый прогон получился за день до сдачи, кстати, суть такая сдача, если так, и целиком первый прогон мы играли накануне сдачи, я сейчас говорю, что мы на два сорта, а тогда мы играли пять, пять тысяч, я думаю, это был первый год, когда вот спектакль собираются, мы говорим, что пять часов тридцать, а на следующий сдач, и вдруг мы его сыграли за фасон, вот это время неизменно, оно, как мог, плюс пять, плюс минус пять, ну, вот где-то так вот, и я хочу просто добавить Андрею по поводу там, слезы, слезы, мы когда играли в Израиле, мы знаем уже, мы там уже несколько лет его играли, мы знали, где-то смеется, где-то смеется, где она плачет, и в Израиле мертвая тишина, мертвая тишина, мы не будем скушены, что мы поймем, что происходит, что происходит, что происходит, непонятно, непонятно, непонятно. Заканчивается спектакль, зажигается свет в зале людей, которые все это прошли, был такой претендент в основном зрителям, вот, 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 60 лет назад, которые плакали, и потом учились, а тут и спектакль, то есть сначала была мертвая, мертвая тишина, просто мертвая тишина, они не смеялись, они никак не реагировали, для нас, мы не понимали, что мы делаем, то время мы играем, не то, нравится им, не нравится, и вот эти слезы, вот, у людей, которые живут уже можно в этой границе, и мы не вспомним то, что было, это было самое высшее наградное, мы пытаемся донести до людей ощущение любви, которая находится человеку всю жизнь, она изменяется, она в 16 одна, в 26 она другая, в 40 она третья, но она есть, меняется свое отношение к жизни, мы пытались это показать, что происходит с людьми в этот промежуток времени, потом через этот промежуток времени, то, что они уже прожили такую-то жизнь, они прошли войну, они другие люди, и что произошло через 13 лет, когда люди уже возвращаются в совершенно другом состоянии, построив мосты, потеряв веру в жизнь, потому что я хотел одного, у меня не получилось, у меня все стало по-другому, а живу, я все равно живу, и все равно выхожу с этим человеком. И какой-то человек, который уехал на 13 лет, приезжает и говорит, а я не могу по-другому, я хочу вас любить, не к тебе я приехал, я к вам приехал, потому что вы моя жизнь, вы моя любовь, я всегда буду с вами жить. Он там доставочки ставит, на монетурчике, это, я говорю, это, это вот картина специальна, вот они тогда не расстанутся, они всегда будут вместе, что бы с ними жизнь не делал. Про то, что нам все-таки уже не 20 лет, зритель забывает через 10-15 минут, и все-таки остается что-то главное, что-то более важное, чем внешний опыск, да, ну и потом театр это все-таки условность, и это довольно частое явление, когда очень взрослые люди играют детей, и наоборот, я когда-то в 16-м в детальном училище играл глубокого старика и венка, такие северопик, вы понимаете, наплеил там чего-то себе, представил, как статистический стандартный, вот, и вышло, и все довольно убедительно, ну вы правы, конечно, если бы была такая возможность увидеть первые спектакли, да нам самим было бы интересно, и вот последние спектакли, они вообще всегда разные, то есть ни один спектакль не похож на другой, никогда, ни один спектакль, вот, а тем более спектакль, который играется в течение 16 лет, это невероятные, вот даже, ну, изменения, которые мы даже сами не можем объяснить, ну вот на сегодняшний день мы так чувствуем, вот так у нас вот этот спектакль, я уже не говорю о том, что там этот спектакль давно уже оброс своеобразными, там, какими-то нашими личностными ракушками, не отседятельными, нет, ну, какими-то дополнениями, я думаю, что Аргуст нас простит, ну, на мой, на наш взгляд, милыми, и мы их даже оставим, вот, в спектакле, ну, какие-то даже, ну, реплички-то такие, незначительные, но это не главное, действительно, по сути, это, я думаю, вот если сравнить первое и последнее, это будет в два раза, как сомневаться. У нас еще есть вопрос, пожалуйста. Конечно, город изменится, а то, как он изменится, как вы сказали, к знаменательным событиям, я должен представлять, представить, я не могу жить. Хотелось бы, конечно, сесть туда, куда-нибудь в сторону местной поляны, посмотреть олимпийские объекты, не знаю, удастся ли вывозить во время олимпиады, мечта, может быть, она и сводится, я себе представляю, какое-нибудь будет стопотворение, что-нибудь будет твориться. Спасибо вам большое. Большое вам. Снимите. Спасибо. Спасибо за вечеринку.